По-моему, президент Кочарян принял одно из самых важных решений, которое еще будет влиять на дальнейшее развитие нашей политической истории, я уверен. Он создал первое коалиционное правительство, не будучи при этом партийным, не возглавляя какую-либо из партий. Соответственно, мы получили в стране ситуацию, где в лодке управления сидело несколько человек, они имели доступ к веслам и договаривались, чтобы грести в одну сторону. Вы можете назвать персональные просто для того, чтобы вспомнить? Это республиканская партия тогда, Андроник Маркарян, это партия Дашнак Цутюн, в то время, у них, знаете, система немного другая, то есть система представителей, Армен Рустамян, Гранд Маркарян, вы помните. Партия Урина Церкиль в какой-то момент в коалицию вошла, партия Гургена Арсениана, я сейчас объединяю. Да, в принципе, я просто хотел, чтобы люди эпоху и моменты вспомнили. Да, вот эти партии принимали непосредственное участие в управлении страной и было впервые скоординированное участие в этом управлении. При том, обратите внимание, если посмотреть на экономические показатели, этот симбиоз, то есть партии, участвующие в управлении во главе с сильным по конституции президентом, привел к реальным достижениям, плоды которых были видны не так, чтобы я сейчас должен напоминать о них. Это были очень конкретные достижения, но в контексте сегодняшнего дня они видны как никогда. То есть из чего следует, что вы сторонник сильного, сильной президентской власти? Я сторонник того, чтобы, искренний сторонник того, чтобы в политике были люди, которые в политике разбираются, чтобы в политике не было дилетантов. Я очень часто привожу, у меня компаратив такой постоянный с медициной, и он, по-моему, лучше всего отображает то, что я хочу выразить. Я против того, чтобы знахари были министрами здравоохранения или директорами больниц. Я против, я категорически возражаю. Я готов разрабатывать, при том вне зависимости из власти, вне власти, вообще для меня это без разницы, разрабатывать умную систему цензов, которая, как в медицине, позволит дипломированному хорошему врачу, хирургу участвовать в здравоохранении, а знахарям будет дорога в институт, к дипломам, в разные курсы переподготовки, пока они не пройдут соответствующий ценз и не попадут к... Это очень красивая теория, и дай бог, чтобы она стала практикой. Но вот мы как раз подходим к следующей очень интересной теме — воспитание кадров, воспитание преемника, что очень важно. Вот этой системы, о которой вы говорите, чтобы дилетанты не занимались политикой, этой системы у нас нет. Она, может быть, есть очень хорошая, очень правильная на Западе, поэтому, скажем, до 70-х годов эта демократическая система достигала своего пика, где институты рабу сами перемалывали, выбрасывали наверх то, что нужно, то, что не нужно, отшвыривали. У нас этого нет. И вот отсюда нет этого. Нет, я не согласен. Давайте не соглашайтесь. Я просто попытаюсь объяснить, займет немного времени, 2-3 минуты, чтобы не утомлять нашего зрителя. Смотрите, есть такое понятие философское про предмет, который одновременно невозможен и необходим. И смотрите, что произошло. Существует понятие демократия. Без нее никуда. А потом я с вами об этом поспорю. Без нее никуда. Теперь мы смотрим на опыт западных стран, тех же Соединенных Штатов. Оказывается, это не дикая демократия, не оголделая. Она жестко регулируется цензами. Никто с улицы в партию не попадет. Если вдруг попадет, не пройдет кокусы. Если вдруг пройдет кокусы, не пройдет праймерис. А если вдруг каким-то чудом пройдет праймерис, не победит на выборах. Но пройдя через все это, он обрастает такими обязательствами перед государством и политикой, что если даже он пройдет, вот как это случилось с Трампом. Он не может позволить тебе все. Многое позволит, но все позволить тебе не может и система однажды вернется. Ну, в виде в данном случае престарелого Байдена. Теперь, вот это одна система. Нам, оказывается, нужна была абсолютно вольная и дикая демократия. То есть, нам сказали, вот вам демократия, делайте с ней что хотите. Вот что значит учиться? У нас там 25-летний... А кто это нам сказал? Вот вы говорите, нам сказали. Что значит нам сказали? То есть, СССР развалился, сразу все ценности были пересмотрены. Мы не успели, мы не успели понять, что с нами происходит. И плюс война, наверное. Плюс война, плюс нищета. Я как аллегорию всегда привожу такой пример. Мы очень долго искали сушу, ну или там бродили по морю. И вдруг нас выбросило не просто на берег, а где-то куда-то в центр какого-то острова. И мы, не успев оглядеться, стали привыкать к новой жизни не на воде, а на суше. Стали спускаться с корабля, там что-то искать. Оказалось, там есть какие-то животные. Мы обо всем об этом не знали. Мы должны... Я это не в оправдании всем нам, но это тоже факт. Мы должны признать, что мы получили модель государственного управления, не ознакомившись с инструкцией к применению. Продолжение следует...